Пока Ягодная долина выглядит так, но совсем скоро на месте заснеженного поля появятся теплицы. Их установка уже началась. В поле близ деревни Еремина на территории в 4 гектара будут расположены пленочные туннели для выращивания клубники в специальных кокосовых субстратах. Не помешали подготовить участок для установки конструкции ни обильные снегопады, ни продолжительные морозы. Нанесена разметка, начинается сборка металлических элементов. Эти туннели производства европейской компании High Grow. Здесь применяются все технологии, последние технологии голландские, британские технологии. Поэтому это инновационный проект, который предусматривает выращивание высококачественной ягоды клубники. Именно высококачественной, вкусной, и которая долго может храниться, не испортив свой товарный и потребительский вид. Выездное совещание на территории хозяйства по вопросам реализации инвестиционного проекта провел заместитель главы администрации городского округа Алексей Коршунов. Для понимания процесса это сезонный, да? У нас сезонный процесс, да. У нас климат здесь такой, что он не позволяет сделать теплицы эффективно, использовать, ну скажем так, вложенные деньги. На юге где-то, да, это можно делать. Здесь не хватает ни солнца, ни... А сколько урожай у вас по технологии плавится? Клубники у нас по технологии не менее 50 тонн с одного гектара. Нет, нет, а сезон один урожай, да? Сезон один урожай, да. У нас климат не позволяет вырастить два урожая. Но, опять-таки, клубника – это ремонтантные сорта, то есть это будет один урожай, но это будет волк. Это не так, что в июне собрали и все достигает. Наоборот, у нас с июля по сентябрь. Ягодная долина расположилась на территории в 120 гектаров. И помимо клубники здесь планируется выращивать голубику, малину, а также спаржу. Ужидавите перспективу в этом вопросе как-то или рынок не насыщен? Спаржа достаточно хорошо продается, и рынок этот прямо на глазах растет. Вот каждый из года в год все больше и больше продается местной спаржи. И это перспективно. И самое интересное, что земля, грунт и климат позволяют здесь выращивать хорошую спаржу. Обеспечивать полив саженцев будет автоматизированная система. Для того, чтобы процесс был бесперебойным, на территории хозяйства рабочие вырыли искусственный водоем в 10 тысяч кубических метров. Самая главная техника – это наш компьютер, который будет управлять всем поливом. Например, подавать сигнал на клапана, который будет открывать те или иные магистральные трубопроводы, будет по системе радиопередач, то есть не по проводам. Первая посадка клубники в Ягодной долине запланирована уже на май этого года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...